приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про кв4 криславского взял на этом танке три отметки после того как купил его за 10000 бон в боновом магазине изначально эта идея оказалась мне как дурацкая и в целом купить прям танк за 10 тысяч бон выглядит как ошибка тем более если мы говорим про кв4 криславского я думаю большинство в принципе даже и не будут задумываться о том что это нормальный танк для покупки вообще за любую сумму в общем и целом 10000 бон это сильно много танк того не стоит но я вообще не пожалел о том что потратил на него 10 кабон вот вообще абсолютно на мой взгляд это вполне неплохая покупка лично для меня для моего аккаунта я для разнообразия покатал танк особого отвращения он не вызвал даже показался более менее нормальным танком ничего плохого такого сверх ужасного в нем я не вижу вначале вы можете как обычно посмотреть на его броню и понять что лобовая броня плохая во лбу корпуса там 180 миллиметров это конечно ужас но она имеет некие закругления и если стрелять нечетко в центр корпуса то по краям там брони много за счет приведенки поэтому иногда даже лбом что-то отбивает лоб башни тоже местами дырявенький маска 220 миллиметров лючок у нас тоже легко пробивается было бы круто если плечка не было вообще в принципе по броне у меня претензия только одна вот бы лючка не было борт очень бронированный танкуется бортом вообще изи особенно когда башня сзади подъезжаешь к домику легко выезжаешь стреляешь но показывая лоб башни можно часто получать в этот самый лоб башни ну а так танк едет быстро легко набирает свои 40 километров если вы едете с холма по прямой конечно он медленно ее набирает но ехать на такой бандуре 40 километров в час это вообще обалдеть максимальная скорость вперед 40 назад 16 это вообще круто пушка опускается вниз на 7 градусов в принципе по точности сведению и стабилизации все более-менее ок конечно пушку снайперская назвать нельзя но для ближнего боя а вы скорее всего будете только в ближнем бою играть в целом неплохо 227 пробить и бэбэшкой 289 пробить и под калибером 62 фугасом этого более чем достаточно чтобы комфортно все пробивать вообще в претензии к орудию только одно почему такой слабый дпм при альфе 320 ук в 4 прокачиваемого перезарядка на 2,2 секунды быстрее куда делась у кресла у ского перезарядка я не знаю к в 4 бронирование но едет медленней к в 4 криславского менее бронированный но быстрее едет все логично но почему к в 4 прокачиваемого лучше точность лучше сведения еще и перезарядка на 2 секунды лучше здесь мне непонятно на мой взгляд хотя бы перезарядку можно было оставить по сути вот две небольшие претензии у меня зачем при такой слабой лобовой броне еще и лючок на башне он честно говоря подбешивает можно было бы его хотя бы чуть по бронирование сделать но в общем и целом он просто немного мешает не сказать что он прям сильно важен то же самое как и в дпм конечно две секунды перезарядки позволили бы набивать урон быстрее лучше четче и разваливать прям на скорострельности но опять же все равно и при таком кд у меня получилось набить на криславском неплохой результат в целом я считаю этот танк неплохим явно не имба играть на нем не так уж и легко скилл требуется и не маленький если вы слабый вряд ли получится это реализовать хотя с другой стороны а какой танк вы без скилла реализуете который сам за вас сыграет это чё за танк такой такой в игре есть кого 4 криславского это чисто играть от борта разводить врагов на выстрел и давать им в ответ скорость позволяет доехать вовремя переехать поменять фланг пробития хорошие голдовый выстрел стоит всего лишь 4000 то есть играя на голде я довольно таки часто заряжал ее когда играешь против девяток или десяток я еще и в какой-то там плюс уходил играя на больших расходниках с доппайком в принципе меня танк устроил и по фарму серебра и по его играбельности и по приятности вообще в принципе претензии небольшие вы уже поняли какие перезарядки ну и лючок я считаю лишним конечно обзор конечно у танка 360 но это же не светляк какой-то да и играть мы скорее всего в ближнем бою если экипаж нормальный доппоек все дела обзор все равно будет ок танку в игре появился у нас 2016 году в патче 0 9 15 1 в патче 1 13 23 июня 2021 года к в 4 криславского апнули улучшили мощность двигателя с 1200 на 1350 разброс при движении поворота ходовой уменьшен на 33 процента усилена бронирование башни я даже не не представляю что там было до этого если она и сейчас такая себе по броне может быть маска там пробивалась еще легче но вот щеки малюсенькие и лючок все равно пробивается легко максимальная скорость движения вперед изменена с 30 на 40 километров это очень важное изменение для этого танка и прочность изменена с 1500 на 1700 что тоже очень хорошо вот бы еще перезарядку сделали как у кого 4 прокачиваемого и вообще это был бы танк просто невероятный что по к поводу реального к в 4 криславского то это просто проект криславского ни одного прототипа этого танка не было построено он существовал только на эскизах что касаемо оборудования я катал досылатель стабилизатор закалка чтобы хп которого и так много было еще больше что касаемо полевой модернизации все как обычно улучшение точности проходимости и улучшение обзора если у вас арты будет в боях слишком много то лучше выбрать защиту от оглушения хотя честно говоря она сильно не поможет оглушение все равно будет долго в общем и целом вывод по танку если вы нормальный адекватный игрок то этот танк ничего плохого вашему ангару не сделает а бузой он не будет фармить серебро он будет в боях результат на нем набивать можно в последних стримах средуха было 2700 общая получилось там 2500 да это конечно не имбовые прям танки восьмого левела на которых я 3000 средуху держу по типу шкода т-56 астрон рэкса бурасков там или еще какой-нибудь билиберды но 2500 не за деньги а за боны еще и с неплохим фармом я считаю это неплохо тем более у меня какого-то там горения или раздражение от этого танка не было на танках которые играются только от бортовой брони я играть умею люблю и уже такие танки у меня были например объект 777 но там конечно немножко геймплей от альфы и лобовая броня все равно какая-то да есть пишите в комментариях что вы думаете про этот танк может я его перехваливаю но у меня получился на нем вот такой результат и такие впечатления может быть это все только мой скилл для обычных игроков может этот танк вообще не подходит поэтому нефиг быть обычным игроком учитесь играть с вами был арчик красиво подписывайтесь ставьте лайк и всем удачи и пока а Продолжение следует...